Всем добрый день, ребята! Сегодняшний влог будет о еде, так что приготовьтесь пускать слюни. Дело в том, что у меня началась 10-дневная диета. В общем, я заказала себе 10-дневное питание здоровенькое, направленное на то, чтобы похудеть, на смартфуд. Этот сервис специально для меня разработал 10-дневное питание на снижение веса. Смартфуд – это сервис организации правильного питания. Они могут вам подобрать питание для оздоровления, для набора массы, если вы слишком худенькая, или для беременных или кормящих мам сбалансированное питание правильно, или сбросить вес. Я в своем случае выбрала сбросить вес. Я знаю, что сейчас вы скажете, куда мне еще сбрасывать ей так, куда я. Еду они передали в такой сумке. Это сумка-холодильник. Это очень удобно. Когда я заказывала все себе, мне спросили, какой у меня вес, возраст, рост, хочу ли я похудеть, хожу ли я на спорт, есть ли у меня аллергия. В общем, о, у меня даже есть меню на сегодня. Смотрите. Ну что ж, вот он мой кускус с кленовым сиропом. И вот кофе сделала без сахара. Это мой завтрак. Но у меня есть второй завтрак еще. Это меня радует смузи. Так, настало время второго завтрака. Здесь у меня смузи мандариновый с мюсли. Ну, грамм 300. Я так думаю. Очень вкусный. Мюсли мне дает. Время обеда. У меня ухас лососим, куриное филе в соусе терияки, рулеты из баклажана с фунчозой и чай мятный с апельсином. Ну, обед такой сытный. Достаточно вот за счет филе. Да и, в принципе, я и не голодная до сих пор после завтрака. Время полдника. Слушайте, я столько не ем. Мне кажется, что я поправлюсь наоборот, чем похудею. Ну, не знаю, как-то так все часто. Я до сих пор не проголодалась. Уже время 4 часа. Пора полдникать. Здесь у меня котлета из языка с вешенками и соусом из белых грибов. Деликатесы. А вот и мой ужин. Это салат с кальмарами и овощами гриль. Я до сих пор не проголодалась, но уже надо поесть, потому что 7 вечера. Еще у меня будет поздний ужин второй. Просто кефир однопроцентный. Всем доброе утро. Только что обменялись сумками с курьером. Сегодня второй день моего питания. Правильного. Я хочу заглянуть в сумку. Мне не терпится. В общем, я не знаю, что там внутри. У меня вот меню опять сегодня новое. Завтрак. Каша пшенная с фруктами, с миндалем. Сейчас у меня второй завтрак. Фрита с куриным филе и печеными томатами. Пахнет очень вкусно. Это как запеканочка. Пришло время обеда. Очень такой классный обед. Должен быть у меня, потому что такое все здоровенькое. Морской волк с мятным песто и ароматной спаржей. Плюс еще тыквенное пюре. И суп-пюре из шпината. И морсик облепиховый. Наполнит апельсиновое желе с брусникой. На ужин у меня салат из клубники свежей, утиной грудки и цитрусового кускуса. И, по-моему, здесь опять же соус песто. Сарита пришла. Да, у Сары вот такая пони красивая. Сариту тоже не буду показывать сегодня. И мне доставили две посылки сегодня. Вот эту я уже открыла. А до этой еще не добралась. Как видите, это новая пилочка электрическая для ногтей. Сейчас я ее разверну. Здесь еще внутри такая штука. Я не поняла, для чего она. То ли это маникюрный наборчик, то ли что это вообще такое. Сара, что это такое? Как ты думаешь? Думаю, какая-то. Ну, навряд ли. Так, и внутри здесь это сама пилка электрическая и насадки к ней. Подожди, 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 Сарочка. Давай посмотрим. Для формы, для формы, для шлифовки и полировки. Это запаска и флешку еще мне передали. Обожаю флешки. Мне их всегда мало, этих флешек, потому что я их теряю. Да, еще вот такое масло для ухода за ногтями. Вот я надела первую насадку, которая подпиливает ноготочки. Да, Сара в руках покажу. Это полировка. Нет, шлифовка, а это полировка. Здесь внутри уже была батарея одна пальчиковая. И вот так выключается. О, боже. Дай ноготь пальчику так поставь. Ну, ой, подпилил. Прикольно, слышно, сколько хватит. Я заказывала в интернет-магазине у нас здесь, в Алматинском, помады. Так, Сарита, я знаю, ты любишь у меня помады портить. Давай пока посмотрим поаккуратнее. Все. А нет, вон, что-то еще. Йос. Очень красивый вот этот оттенок и карандаш вот рядом. Матовый становится. Слик. Салями. Само яичко Йос. Пахнет просто волшебным мороженым. Сегодня у меня на завтрак омлет с лососем и сыром рикотта. Вот такой красивенький омлет. Ребята, второй завтрак у меня драник из тыквы. В общем, сейчас у меня обед из орехового супа с красными перцами и коре ягненка с фисташковой корочкой, томатом печеным. Он перец давляет. Плюс еще морсы с черничной смородой. Пожалуй, это самый радостный момент за эти три дня, потому что это конфеты, это сладость, как же я вас люблю. Но они необычные, они из сухофруктов в кунжуте и такие большие. И я такая счастливая, сейчас сделаю себе кофе и с удовольствием их съем. На ужин сегодня салат с креветками. Умятно, мандариновым соусом. Малюсенькие такие креветочки. Мы с Эллой в черном. Идем на Mercedes-Benz Fashion Week. Нас не видно пока, потом мы даже покажем. На улице очень холодно. Я залерзла, и мы на каблуках. Я сто лет не надевала каблуки. Да, мы еще по горке идем. А еще я стояла в пробке час. И мы так немного опоздали. Ну, ничего, нормально. Да. В общем, попрошу Эллу, чтобы она меня сняла со стороны. Покажу вам платье. У меня такое платье сегодня классное. Я его покупала. Золотой песок, по-моему, бренд. Ссылку под видео оставлю. У меня есть свои тарелки, как обычные. Мы же не фэшн-гелл. А все фэшн. Фэшн, я помню фэшн. У всех такие. Покет-фэйс. Такие котки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Женя это должна увидеть, да, я думаю, будет скотч. Это же Япония, понимаете сами. Это Япония. Сегодня Ирина пригласила меня в кинотеатр на «Спектр». Я пью смартфуд. Ирина забрала мой смузи, так что я голодная. Я оставлю половинку. Это моя еда вообще. Это моя еда. Нет, я еда же смартфуд. Я взяла с собой в кино вместо попкорна смузичку. Ирина говорит, это же мой любимый смузи. Это мой любимый смузи. Просто не только мой. В общем, пустой зал. Мы думали, будет полный зал, в итоге пустой зал. Очень интересно посмотреть, что они вбухали. Вы не поверите, я назвал не фильмом. 250 миллионов долларов. 250 миллионов. Вы представляете, бьём смузи. Не допивают. Не допивают. Если я умру от голода, во всём виновата Ирина. Вот я и дома, фильм закончился. Он мне абсолютно не понравился. Другие части агента, наверное, всем намного интересней. Это была какая-то нудятина, затянутая на 150 минут. Плюс ко всему, актриса меня вообще вырубила. Переигрывала. Она была такая странная. Она ему вообще не подходила. Фильм абсолютно не захватывающий. Может, он только на меня так повлиял. Но, если честно, беспонтовый фильм. И я сидела весь фильм и жалела, что я пришла на него. Зря потратила время. Я могла его точно так же посмотреть дома за компьютером. Какую-нибудь пиратскую версию. Блин, пофиг. То же самое. Получила бы такое же удовольствие от фильма. Не люблю я, когда ждашь от фильма чего-то большего. Приходишь, расстраиваешься и уходишь. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.